Всех с добрым-придобрым. Время уже обед. Мы с Володькой наконец-то выплыли на улицу. Я убрала волосы, мне так нравится. Волосы не мешаются. Только одну за часть Володька потерял. Взял мою заколку от этого набора, и она бесследно исчезла. Так, мы как бы занимаемся, должны заниматься делами, но пока что мы пьем чаек с рахат-лукумом. В Володька хромкает имбирь, цукаты имбиря. Ему уж очень уж нравится. Вкусно? Да. Ну а потом по плану у нас накидать семян газонов проплешина. Потом мне надо посадить георгины. Ой, гладиолусы, которые я купила вчера. Очень даже прикольненькие. Вот. Ну и остальными делами будем заниматься там по ходу. А до обеда сейчас мы успели уже с Володей проплесосить и полы помыть. И плов я там сготовила. Оставила его отдыхать. Саша умотал гулять. Я не против. Пускай ребенок общается с другими мальчишками, девчонками. Сейчас этого детям не хватает. Обычной, дружеской, игровой возни. Все в компьютерах, все в телефонах. Ромка уехал в город. Он там вот понавез этих досок с брусьями. И у нас обычные такие гвоздодеры, клешники, клещи. А нам надо какие-то специальные. И в общем он нашел их на Авито и вот в Балаково сейчас пошел. Поехал смотреть и возможно их купит. Будет разбирать доски. А у меня, честно говоря, огород не пахан. Родион сказал, эти дни меня даже не ждите. Он с друзьями поехал куда-то там на дачу шашлыки жарить. У нас, кстати, завтра тоже будут шашлыки 1 мая. Если забыла сказать, это 30 апреля. Последний день апреля. В общем, меня уже немножко так это, знаете, поднапрягает, что огород у меня до сих пор не пахан. В общем, как-то так. Ну, пьем чай, а там по делу. Пушку тырят рахатлукум. А ты целиком? Ты его целиком съедаешь рахатлукум? Да? Вкусный? Вкусный рахатлукум? Грязнулька моя, деревня. Деревня. Все, что было, все напялил, красавчик. Родион купил вот такой мне. Ой, здесь уже что-то осталось. У меня осталось вот такой рахатлукум. Кстати, покупала я фикс рахатлукум. Он, знаете, вкусный, но сладкий. А этот рахатлукум я заметила, и поэтому я его разрешаю есть у Володьки. Он в меру сладкий. Даже можно сказать не сладкий. Вот это сарахис, рахатлукум с арахисом. Каравансарай. Такие большие, мягкие, упругие такие кусочки. Ну и чай. Сейчас, кстати, на счастье закрывала калитку и разбила свой любимый белый стакан. Ну вот точно такой же, только без снеговичка. Ну, будем считать, что так и должно быть. Что еще выволокла? Почему я разбила свой любимый стакан? Потому что у меня были полные руки. Володя, подичкой запей. Запей водой. Рахатлукум лопает его. Не успеваешь за ним смотреть. Так, развела я, как его называют, густой такой раствор. Как же его называют? Хозяйственного мыла с водой. Сейчас буду свою глицинью поливать. Я такой же опыт проводила с капустой. У меня на капусту напало. То ли белокрылка. Ну, в общем, какие-то такие мошка бабочки. Позапрошлым году. Больше я капусту с тех пор не сажаю. Возьми уж, больно с ней много. В общем, обрабатывала тоже только дегтярным мылом. И все эти червячки исчезли. Так, ложка моя чайная. Так, вчера купили в ботанике фуртика. Почему-то называю по-настоящему. Это значит фертика. Буду угощать свою клубничку. Вчера был дождик, земля увлажненная. Так что разведу, угощу. Где-то в каком-то я обзоре на ютубе видела, что вот хорошая штука. Не знаю, не пробовала. В том году я покупала какую-то максимально простую. Володька вот такой вот имбирь лопал. До того, как я вытащила рахат луком. Очень вкусный имбирь. У меня когда болит горло лентовский, я его всегда лопаю. Вкусно. Но скажу так, что на любителя. Ромка, например, его не может есть. А мы с Володькой с удовольствием. Так, Володькина водичка. В этой бутылке просто вода обычная. Сырники. Вот она, имбирь лопала у меня здесь. Стол. Сырники, имбирь, рахат луком, вода, чай. Ну, в общем, на все случаи жизни. Кстати, ровно год тому назад мы сколотили, собрали вот это вот место для отдыха. Так и не покрасили. Так, ну, в общем, вот вчера я купила вот такой вот микс гладиолусов. Буду сегодня их зачищать и высаживать. Потом попью чаек, зачищу, покажу, что они из себя представляют. Как я уже говорила, старалась... Ой, муравьишка, муравьишка, какую тяжесть тащит. Вкусная тяжесть. Зачищу, покажу, что они из себя представляют внутри. Честно говоря, хочется еще. Да? Хочется еще. Невозможно остановиться на чем-то. Саша. Там Саша. Это Саша гремит там у нас. Все, нагулялся? Да. Саша. Пью чай. И сама поймала себя на мысли, чтобы не прям кайфово. В саду. Сдуванчиков. Хотя в прошлом году мы целиком все засаживали газонной травой. Но вот сдуваны видно. Все равно они убиваемые. А мне нравится. Мне нравится и трава мурава. Вот это вот. И сдуванчики мне эти нравятся. Сейчас они цветут. И я их выкорчеваю. Вот их сколько здесь. Мне кажется, вообще как бы... Есть люди, которые очень отрицательно относятся, допустим, и к одуванию. Я вообще их называю сдуванчики. Потому что Родионка там маленький был. Он называл одуванчики. Не одуванчиками, а сдуванчиками. Их же ведь сдувают. Вот какая здесь поляна у нас. Здесь как бы все засаживалось газонной травой. Но вот одуванчики все-таки победили. Пчелки гудят. Очень красиво. Сморозин он доцветает. Сегодня, благо, ветра сильного нету. И, и, и... Завязалось немножко яблони. И сегодня, может быть, доцветет яблони и прочее, прочее. В общем, я считаю, что сбороться с такими симпатичными, как это, надуванчиками жалко. Под этим ведром я посадила, как его называют... Ой, шикарно, прям по макушке. Я посадила Мерседес. Вынула его из 5-литровой бутыли. И у него земляной ком весь рассыпался. И я была в шоке. У него прям, знаете, прям чу-чуточные маленькие беленькие корешки появились. То есть, как была черная корневая система, так она и осталась. И только-только потихоньку он начал приходить в себя. Ну, в общем, как-то вот фирма, вот эта вот я потом уже вчера заметила в Ботанике, это Волжский сад. Что-то как-то в этом году с Волжским садом у нас не ладится. Смотрите, какой красавчик зеленый чай. И Луна тут же рядом, да? Как без этой начальницы. Так, ладненько, прикрою немножко от солнышка. Вот так вот. Вот так немножко от солнышка, чтобы не так жгло. Сейчас допиваю чай и поливаю глициню, как его называют. Мураги, у нас очень много мурагьев, и они везде таскают люк. Кляка какая-то интересная, черная. Вон, видите, я ее трогаю пальцами, и она сыпется. Вот. Сейчас полью тебя, подожди минутку. Вот, а это у меня здесь плетистая роза лавиния. Решила я ее посадить вот сюда, как в прошлом ролике рассказывала. Здесь как раз, вот здесь вот место от одной розы до другой розы. Ровно место для моей, возможно, когда-нибудь будущей качели. Соляриса тоже суть-хуть-хуть-ху. Ну, в общем, посмотрим, что приживется, то наше. От культа взялся этот, как его, клевер. И вон там пятнышко клевера. Кстати, забыла, вчера были в ботанике, хотела клевер купить. Ой, прям ухо мне в глаз залетело. Клевер хотела в ботанике купить, в саду, в этом... В полисаднике посадить. Ой, это что такое, паутина, что ли? Все. Ну, здесь я посадила ряд гладиолусов, потом ряд бархатцев и кое-где понатыкала астры. Хотя вчера был и дождь, и пасмурно, и сегодня не сильно жарко, но смотрю... Ой, бархатцы, астры. Астры моей рассады, что-то как-то совсем плохо ей. Вот. Пенечки мои потихонечку оживают. Вот это бордовый, red, red пион. А это вот так зубиком и торчит белый пион. Ну, ладно. Ладненько, ладненько. Чай, чай, чай у меня уже остыл. Пошла я чай пить. Ну, в общем, я считаю, что борьба с сорняками, с травой практически обречена на поражение. А вот, конечно, покосить пора бы уже, честно говоря, уже такая высокая. Сейчас одуванчики, да, сейчас одуванчики отцветут, и мы покусим травку нашу. Что, рахат лукум не оставил? О, все, ребенок объелся, откусил рахат лукум и бросил. Все, наелся? Да? Зачистили мы с Володей посадочный материал. Кстати, с обратной стороны написано название сортов. Far West, это я понимаю, фиолетовый. И Ice Cream, это который бело-желтый. Вот. Старалась, чтобы было беленьких побольше. Блэку уголь. А он съест? Ну, попробовать-то можно. Так, скажу, что посадочный материал, не знаю, донцы вроде все чистенькие, но особенно по фиолетовым видно прям, ой, трипсами. Все-все изъедены. Ну, я, где-то, видела, что их чем-то обрабатывают марганцовкой. Ну, я простых и плетей не ищу. Просто сейчас посажу их. В общем, вот такие вот зубки такие измученные. И, кстати, несколько деток было тоже зарою. Пускай растут, если будут расти вообще. Так что удачи гладиолусам. Сегодня у нас уже 1 мая. 1 мая 24-го года. В Мане прокультивировали огород. Кстати, мы вот эту вот бочку для поливной воды поставили сюда, потому что с крыши, когда сильные дожди, набирают полностью эту бочку. Решили от общей поливной воды речной отказаться, потому что что-то как-то ценник они, по-моему, загоняют. Так. Сегодня у меня в планах... Сегодня у меня в планах посеять редис. Семена вот эти вот купленные все в магнит, в гипермаркете магнит. Морковочку, редиску двух видов. Ой, редиску. Спеклу двух видов. И редис, морковь, спекла. Насчет томатов еще не знаю. Вот рассада у меня вот там в оголочке стоит. Стоит, стоит. Вроде бы неплохо себя чувствует. Ну, в общем, посмотрим, насколько сегодня моих сил хватит. Так что сил нам и терпения. У соседей там работа. Они там баню себя огромную строят. Кстати, Блэк у нас чего-то заболел. Да, Блэк? Блэк, ты только щавель мне, пожалуйста, не описи. Ну, правильно. А почему бы не обоссать щавель? Блэк у нас заболел. Мы вот гадаем, то ли он мышек у нас жрет. Вот если кошка ловит, он их съедает. Или сам в гараже мышей ловит. Да, Блэк? Ну, сегодня, смотрю, хвост поднят. Мы вчера его накормили активированным углем. Весь день отпаивали его, отпаивали. Ну, сегодня, смотрю, вчера он ходил, у него прям вот так вот хвост вниз был. Вот так вот. И практически не ходил. Лежал под деревьями в тени и пил воду. А сегодня, смотрю, уходит. Устраивает инспекцию участка. А кто-то здесь рвет с диванчики, да? Вот. Кстати, кстати, что-то я не поняла. А, кстати, гладиолусы я вот так вот посадила, буковка ИГ, в этом малюсинком, как его называют, полисадничке возле мангала. Мысль у меня еще надо купить бархатцев, немножко досеять, чтобы земля не была голая. Высадила розы, которые я в том году, в августе, сама же черенковала. Анастасию ровно сюда высадила, посерединке. Что-нибудь получается? Здесь желтые лилии. Здесь вот будут, вот они спрятались за папоротником, пастельного цвета лилии. Тюльпаны, конечно, сейчас отойдут, отсветут. Я сюда тоже, типа, бархатцев что-нибудь посажу или питоний. Не знаю, питоний мне не очень нравится. Получается, вот так будут гладиолусы, вот так бархатцы. Я здесь на днях насеяла, знаете, какие цветы. Ой, спасибо большое. Ммм, какой красивый ты мне с диванчик подарил. Спасибо, дай поцелуй. О, поцелуй. А, мой сладкий персик. Вот. Подасыпала сюда семена, которые Ромка принес в работу. Мак, высокие бархатцы. Понасыпала все просто вот так, хротично насыпала сюда. Бархатцы тоже низкорослые. Они все оказались просроченными. Ой, спасибо. Еще мне? Ой, мой герой, спасибо большое. Да? Красоту маме принес. Ой, какая красота. Много у нас дуванчиков. Хоть все сорви. Если хочешь, хоть все с дуванчики отрывай. Все, пошел. Так. В общем, хоть еще насыпала, что вырастет, что зайдет, то ладно. Так. Здесь надо будет тоже что-то придумывать, сажать, потому что тюльпаны скоро отойдут. Так. Ну, в общем, как-то так, ветреница у меня немножечко вот цвести будет. Хосты немножко рассадила я. Тут, тут поближе к бордюру, потому что скоро папоротники разложат свои ваи, и хост не будет видно. Первый раз за три года у меня собрался цвести нарцисс. Удивительно. Ой, спасибо, ты мне еще принес. Ай, какие красивые дуванчики. Желтые, как солнышко, да? Желтые, как солнышко. Молодец. Володя вчера нам помогал культивировать огород. Скажи, участвовал как мог. Так вот оттуда, вот там у меня, между папоротниками, был вот это вот, вот это хост, и я ее пересадила. Ну, это вроде бы жива, как ее зовут? Забыла, как ее зовут. Плетистая штука. Все. Она, в общем, в огород спахом, можно идти работать. Как работа у меня издвижется, у меня уже ряд цвеклы, второй ряд цвеклы, длинный рядочек моркови витаминный, и я совсем забыла, у меня же еще лук сажать. Вот у меня фиолетовый лук, даже не помню, где покупала, не помню название. Надо будет еще второй рядочек сделать под лук. Лучок сажаю из фикс прайса. В том году я его покупала, нормально, вполне приличный лучок такой. Так что, покой нам только снится. Кстати, сейчас заметили, что балык у нас выходит в туалет по маленькому кровью. Видно, траванулся он порядочно. Сейчас Ромка доделает. Вот мы в том году, вчера его отпаивали полисорбом и, как его называют, целую упаковку в него скормили этого активированного угля. Так что, сейчас Ромка поедет, еще сейчас возьмет, как его называют, хофитол. В общем, надо позвонить сестре. Пока будет ехать в город, созвониться с ветеринаром. Но мы так понимаем, что поздно пить боржомя. Или его организм вытянет. Но мы надеемся, что все-таки все будет хорошо. Так что, сплошные приключения. Миллион раз ругала Блэка, чтобы он не ел мышей. Ну, вот такой вот он. Его, как это, дворовые корни. Папка у него дворняжка. А мамка лабрадор. В общем, от мамки ему досталась доброта. И черный цвет, шикарной шерстью. А вот характер Папкин распиздейский. Вот так вот. Он ходит, лается с соседской собакой. Видно, устает, ложится под дерево, лежит. Заставляем ему побольше пить воды с полисорбом. Сейчас Ромка уже думает, может шприцом у него вливать. Вообще, сейчас вот загугливали в интернете. Что-то мы вчера даже как-то не чухнулись. Просто меньшим злом. А тут окажется, вон отчего. Были мы в ветхлиминке. Сейчас уже второй час работает до двух часов. Мой ветврачу сказали, какие у нас симптомы. И что у нас подозрение на отравление. Она сказала, возможно, вы просто очень плохо обрабатываете участок от клещей. Оказывается, сейчас повальность среди животных. В этом году очень активизировалась. Я уже говорила миллион раз, очень активизировались клещи. В том году такого не было. Ну, в общем, короче говоря, какой-то полиплазмоз, она сказала, доктор. Короче говоря, первый симптом полиплазмоза у животных – это апатичность, отказ от еды, что-то там еще. Она говорила, ну, в общем, конечный итог. Если не лечить, то летальный. То есть собак, вот у нас второй день уже. Сегодня он у нас прям... И причем симптомы, что на улице он вялый, в доме повеселее. В общем, ну, в общем, что-то, что-то как-то мы клещами, что-то мы поймали клещами, нехорошее. В общем, на какой-то последующий день собака просто ложится, желтеет, отказывает печень, костный мозг, что-то и, в общем, метальный исход. Вот это трындец, Балла Блэк. Вот это писец. В том году такого не было. А она говорит, я говорю, что уже в том году такого не было. Она говорит, может, в том году вы просто не успели заразиться. А мы вчера думали, чумка. Ну, вроде прививка от чумки есть. Ну, вроде как-то вот сомнение. Вроде да, вроде нет, а вроде и неплохо, а вроде бы и... Ну, в общем, вроде бы доигрались. Что Блэк? Сейчас, короче говоря, нам укололи уколчик. Какой-то первый этап лечения. Через 10 минут сказала, куда идете, будет второй укол. Уже как бы что-то какой-то там еще укол. И после него может быть обильная рвота. Трындец, короче говоря. Вот кто бы знал бы, а? Мы сейчас, кстати, мы же возились в огороде. Я сажала лук, там все, с вами трындела. Вот. И Ромка подходит, говорит, слушай, Блэк вообще не встает. Пошли его отпаивать. Бросила я телефон, побежали. Мы его пить сам не хочем. Ну, как вот из своей миски. Моему шплицом стали воду вливать. А он, знаете, глаза такие в небо смотрит решенные. Я его что-то начала гладить. Смотрю, у него клещ на ухе. Ну, прям вот пытающийся зацепиться. Мы его сняли. Стали его осматривать. А у него два огромных клеща. Знаете, размером... Ой, у меня локти такие грязные. Вот с мой ноготь. И они... Я видела клещей на ёжиках. Они коричневого цвета. А это цвет телесного. Вот как, знаете, большая белая... Как... Бродавка. В общем, сняли, а она ползет. Мне чуть, честно говоря, свой завтрак не вернула. От внешнего вида и тошняги. Надо срочно. Срочно обрабатывать участок от клещей. Это просто трэш какой-то. Я с таким еще ни разу в жизни не сталкивалась. Блэк. А, Блэк. Че, лаять собрался? Че-то там дядька кричит чего-то непонятного, да? Собака. Собака наша собака. Ладно. Ждем 10 минут. Идем делать второй укол. А там будем смотреть. Вот такой у нас 1 мая получилась. Мир труд май. Второй укол. Началось с резкой слюноотделения. Вот. И предупредили, что мы можем даже до дома не доехать. У нас будет диорея. И рвотный рефлекс. Велели немножко. Вот видите, прям вот. Извиняюсь за подробности. Вон с кровью. Видите? Кровь. Это я сегодня увидела, что цвет какой-то не такой, как обычно. И буквально сейчас вот она нам укола колола. И я смотрю, глажу его. И по нему прям ползет клещ. Она говорит, ну вот видите, говорит. Буквально вот вышли на улицу в городе. В городе вышли на улицу. И тут же поймали клеща. В общем, она нам посоветовала сейчас немножко потусоваться здесь. Потому что, говорит, вы можете даже не доехать. Обрыгаться. И обокакаться. Вот так вот. Что, давай постоим здесь. Взяли было какое-то противоплещевое средство. Через 10 дней велено обработать его против клеща. И мы сейчас так обработать. Вот так все вниз. Не было меча. Но я тоже думаю, что он доедет. Даже если он чуть-чуть нам там уделает, не критично. А, а как это? Так, процесс пошел. Извиняюсь, разворачиваюсь. Процесс пошел. Ну, в общем, вот так вот. Я смотрю, какая красота здесь растет. Что это за... А, это клубника. Это декоративная клубника. О, какая красота. Я видела такое у нас в жилгороде. А это подумала, что за цветочки такие. Я тоже хочу такую декоративную клубнику. Очень красиво. Это в многоквартирном доме. Вот так вот сделали. Плесадничек. Какие-то ирисы. Ну, простенькие цветочки. Но клубника просто загадочная, сказочная. Очень красиво.